Всем привет, ребят! Это второй выпуск, посвященный рубрике Домушники, и в этом выпуске мы в очередной раз познакомимся с обитателями флоры и фауны, а точнее, обладателями лишней хромосомы, точнее, с компьютерными мастерами. Короче, я хочу показать вам вот что. Вот они, объявления. Вот мы ходим реально по району и ищем компьютерных мастеров, то есть в реале. По одной простой причине, потому что найти компьютерного мастера в интернете очень трудно, который бы реально наебывал. Таких там реально дохера, но все равно это трудно. В реале же долбоебов, желающих нажиться, то что, бабуль, мы тебе соберем компьютер за 100 тысяч, твой внук будет ей башить Майнкрафт. Таких долбоебов реально дохуя. Вот в реале их очень много. В интернете многие же понимают, что чувак, если нашел меня в интернете, то следовательно он умеет гуглить, он может понять, что я его наебу. Короче, мы сейчас пойдем звонить по этим объявлениям, мы наздирали достаточно, и их сейчас будем искать самого. Прикольного не знаю мастера, но попробуем, короче, как-то по разговору понять, чтобы просто съемка не впустую была. Всем приятного просмотра, и да, ребят, всем приятного аппетита, кто сейчас кушает или пьет чаек. Итак, ребят, сейчас мы будем звонить компьютерному мастеру, вызывать его. У меня есть одна реально крутая идея. Здравствуйте, это Алексей. Да, здравствуйте. Здравствуйте, я по поводу компьютера, я хотел бы узнать, вот у вас в объявлении написано, что вы оказываете компьютерную помощь. Да, да, да. А что у вас случилось? Смотрите, проблема заключается вот в чем. Я сейчас, ну, у меня дома старый компьютер, я просто вообще не очень понимаю, я вот купил новую видеокарту, и мне нужна помощь, как бы, с установкой видеокарты, и вот посмотреть, может, там что-то надо в компьютере еще поставить. Вот это вот все. Да, 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 хорошо, тогда к вам на дом, да, приехать, или вы можете привезти к нам в офис, как вам удобнее? А, у вас офис даже есть. На дом, на дом вы сможете приехать? Да, 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 можно приехать, без проблем. А, когда вы сможете? Вам сегодня удобно будет? Да, в принципе, да, сегодня удобно. Тогда это через часик удобно будет? Через часик? Да, вполне. То есть, да, через часик удобно, а адрес... Все, тогда я выдвигаюсь, вот, скоро буду. Все, хорошо, тогда через час буду вас ждать. Все, спасибо большое. Да ты даже, пожалуйста, не сказал, сука. Ну, ладно, я на тебя отыграюсь. Ну, а теперь мы сделаем все то же самое, что сделали в предыдущем выпуске. Нам нужно убрать все абсолютно девайсы, которые намекают в той или иной степени на то, что мы разбираемся либо в железе, либо просто являемся задротами. То есть, иными словами, чтобы сходу, когда компьютерный мастер зайдет в квартиру, он увидел только человека, которого можно наебать. Ведь он увидит, что человек точно ничего не понимает в железе и ничего не понимает в ценообразовании. Итак, ребят, шаг номер два. Я вытаскиваю свою GTX 1070 из своего компьютера и просто положу ее на стол. А, кстати говоря, идею для такого ролика мне подсказали в предыдущем выпуске в комментариях. Легенда у меня будет примерно такая. У меня есть крайне говеный и крайне старый системный блок. Но так как я нихера не разбираю железе, я решил, что просто купив топовую видеокарту, что компьютер будет лучше работать. И да, я скажу компьютеру мастеру, что я купил эту видеокарту этак тысяч за 40. Да, ребят, за 40 тысяч, и причем б.у. Абсолютно любой человек, который разбирается в железе, скажет, чувак, блядь, тебя наебали. И компьютерный мастер поймет, что, следовательно, если кто-то меня уже нагрел, то и он может спокойно и безнаказанно меня нагреть на бабки. Здравствуйте. Где? Там у нас компьютер, развивайтесь. Курточку-то не будете снимать? Да ну, я так пойду. Вот компьютер, я просто вообще особо не разбираюсь в компьютерах, не разбираюсь, что почем. Вот я карту купил, как я вам говорил, то есть я хочу компьютер проапгрейдить. Как это называется правильно, поставить новое железо. То есть этот компьютер, у меня эту квартиру я снимаю, и этот компьютер вообще не мой, но мне сказали, что мне его отдадут. Не знаю, я купил видеокарту, она хорошая вообще. Там было написано, что-то это, GTH 1070. А что у вас железо в компьютере? Я не понимаю, я не знаю. Давайте посмотрим. Посмотреть. То есть по-честному, я вообще не разбираюсь в железе, ну я не понимаю просто. Мне вот помочь, может там надо что-то другое еще поставить, может там еще что-то надо. То есть компьютер дико лагает, и он вообще периодически бывает даже не включается. Я купил карту, она что-то туда не... ну я не знаю, как ее установить, она не влазит. Так, что вот здесь? Так, что у вас здесь? Так, видеокарта. То есть вы хотите вот такую поставить сюда? Да. А чего нет, нельзя? Давайте мы у вас лучше возьмем этот компьютер как раз и сделаем лучше там, нормально железо поставим. Вам нужно именно вот такую, да? Ну вот я ее купил, ну я на Авито купил там за 45 тысяч. 45, да? Да, 1070. То есть вы хотите, чтобы у вас не лагало, да, к этой дне? Ну да. И во сколько он как бы, там с деньгами особо проблемы нету, просто вот, ну, хотелось бы как бы компьютер, а просто вообще говорю, ну особо не понимаю. Ну вот смотрите, материнка, наверное, выйдет тысяч 10. Материнка тысяч 10? Да. То есть нормально, если материнку поставить под такую видеокарту. Где материнка находится? Ну у нас в сервисе есть, то есть дороже. Нет, вы тут показать можете? Вот такая, да, вот она находится. Это что? Видите? Материнская плата, где все процессоры. Ну я читал там что-то, в компоненте, там, видеокарта идет, там, материнская плата, читал, что есть в компьютере. Ну смотрите, видите, видеокарту, да, то есть мы нормально вам железо поставим, то есть, можем и эту поставить без проблем. Так, я думаю, выйдет, если кулер сменить, материнскую плату, оперативку, чтобы у вас как бы не глючило, плюс сменить пару процессоров для охлаждения поставить. Я думаю, в районе 20... Пару процессоров? Да, 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 для охлаждения, чтобы у вас как бы материнская плата охлаждалась. А, вот эти радиаторы-то? Да, 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 то есть они специальные, то есть на термопасте, вот, плюс как раз. Так, наверное, блок питания еще заменим, потому что он, наверное, у вас же жид, да? Ну да, он громко работает очень. Громко, да, работает, ну смотрите, ага. Он бывает еще пищит, там, включаешь, он пищит. Пищит, да. А вот жесткие диски у вас как, работают? Ну, которые... Ну, вроде работают. Да? Так, не знаете, на стоп они? Не знаю. Видите, если все поставить, так. Так, приводник как раз. Ну, смотрите, вам же еще оболочку, чтобы он тоже красивый, да, был? Ну да. Ну, по деньгам, то есть я особо говорю, я по деньгам особо сильно не ограничен. Мне вот просто понять, как бы, вообще можно ли что-то сделать? Карточку купил, я просто думал, то, что поставлю карту, я вот читал, там писали, этот, mail.ru, там, ответы, вопросы, там, писал, по железу. Мне сказали, то, что можно этот, типа, в старый системник поставить видеокарточку, и все нормально будет работать. Что, типа, игры будут лучше работать. У меня как бы для игры, почему такую видеокарту взял, мне сказать, что она игровая, мощная. Ну, смотрите, у вас, например, процессора здесь нету, то есть здесь надо вам процессор, то есть в основном надо менять материнскую плату, процессоры ставить, кулер хороший поставить, материнскую, так, видеокарту как раз вашу поставить, блок питания заменить, корпус. Я, честно говоря, вообще ничего не понимаю, о чем вы говорите. Я вообще ничего не понимаю, просто скажите вообще, это можно тут все сделать? Да, можно, без проблем. Алексей, вот смотрите, просто объясните мне, вот, ну, тут собрать как бы все это можно, да, вот то, что я хочу просто карточку сюда поставить, и тут что-то заменить, да, можно, да, то есть сделать игровой компьютер? Да, можно, без проблем. А сколько это будет стоить примерно? Ну, смотрите, где-то в районе 65 тысяч. В районе 65 тысяч? Да, то есть это замены корпуса, замены материнской платы, то есть всех комплектующих, вот, потому что у вас здесь ни процессора нету, ни хорошего кулера, так что в районе 65 тысяч будет. В районе 65 тысяч? Да. То есть это будет стоить 65 тысяч? Да, 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 то есть если мы сегодня как бы... А вы что поставите, а там сколько будет ядер в этом процессоре? Наверное, будет... Сколько ядер? Да, я думаю, так, 4 ядра будет. 4 ядра? Да. Ну, хорошая, да, будет? Угу. Ну, там поиграть я смогу, да, выиграть? Да, можете поиграть. Ну, короче, игры потянут, там, World of Tanks, там, такие вот игрушки потянут, да? Ну, да, то есть если мы сегодня, как сказать, забираем, вы предоплату оставляете, и мы как бы... Предоплату сколько? 65? Нет, не 65, то есть половину стоимости. Ага. То есть 30 тысяч вы оставляете. А вы мне прайсик-то какой-нибудь сделаете? Ну, мы как бы документы как бы и сделаем, вот, без проблем накладную напишем вам, все сделаем. Вот так, да, будет стоить? Да. 65 тысяч. Ну, да, то есть если вы хотите... А вы примерно сказать можете, а какое железо туда поставить? Вот смотрите, объясните мне просто, какое железо? Вот вы что именно сюда будете ставить? Ну, мне просто, чтобы понимать, как бы, чтобы... Как бы я в деньгах особо не ограничен, то есть я могу, да, позволить себе этому. Мне просто объясните, ну, не за воздух ли я плачу. Объясните, что вы именно точно будете сюда ставить? А вы разбираетесь в этом? Нет. Ну вот. То есть если вы мне говорите то, что это вам непонятные вещи, то есть если я вам буду говорить, вам лучше сейчас как раз взять компьютер с нами и, как сказать, съездить сразу, вот, то есть вы предоплату вносите, мы вам как раз расскажем, покажем. Ну, там 4-х ядерный, да, процессор поставить? Да, 4-х ядерный поставить. А там Intel или AMD? Я думаю, Intel. А какой процессор, ай-3 или Ай-5 поставите? Поставим Ай-3. Ай-3? Да. Ну, он 4-х ядерный, да, будет? Да, 4-х ядерный. То есть плюс еще кулер мы поставим, который хороший, 1000 за 10. Вот, потом дальше блок питания хороший, 1000 за 15 поставим. Материнскую плату. Ну, короче, там нормально. 1000 за 20, да, то есть хорошую. Материнку, вначале скажешь, материнку 1000 за 10 тут надо. Материнку 1000 за 10. Ну, не знаю, наверное, материнку 1000 за 10, вот, блок питания, наверное, 1000 за 15, вот, и как раз ваше. Ну, вы сейчас в ходу сказать просто не можете, да, о чем вы? Да, мы, то есть примерно цена будет 65 тысяч. Так смотрите, погодите, Алексей, объясните мне одну вещь. Я, если что, то есть на вас там не могу, не злюсь там, не бугурчу, просто объясните мне, вот смотрите. Смотрите, вот смотрите, вот этот компьютер, вы не знаете, вы не можете сказать конкретно, что вы будете сюда ставить, но почему-то вы ценник сразу можете сказать 65 тысяч. На чем вы основываетесь? Ну, на комплектующих ваших. То есть это материнская плата. Ну, вы же не можете даже сказать, вы вначале сказали, что материнка 10 тысяч будет стоить. Сейчас вы говорите, что материнку 1000 за 20 вы поставите. Ну, если вы хотите, чтобы у вас он работал, то есть быстро, так сказать, игры прогружались, то есть мы можем поставить за 20, то есть хорошую. Нет, я прям по-другому. Как вы определили ценник прям сходу 65 тысяч, прям сходу? Это ценник 65 тысяч? Это ориентировочный. Ориентировочный, а, то есть он может еще измениться? Да, конечно. Там может большую сторону, скорее всего, больше, да, измениться, а не меньше? Ну, зависимо, так сказать, от вашего железа, то есть если какие-то там сломанные будут, например, если мы обнаружим то, что в вашей видеокарте сломано. А вот это вот, а вот это вот, куда вы денете? Все, ну вот, вы, допустим, вы поставите сюда новую материнку, вы поставите новый процессор, вы поставите все тут новое, а вот это старое куда? Вы мне обратно дадите? А вам нужно? Так-то нет. Значит, мы выкинем. Выкинете? Конечно. А, может вы на продажу возьмете, нет? Вам не нужно? Ну, что здесь? Ну, мы сочтем нужным, что нужно сделать, если можно. Ну, и возьмем его, как бы, посмотрим. То есть, если сочтем нужным, то выкинем, если что-то там будет, то так, на переработку возьмем. На переработку? Конечно. Короче, 65 тысяч, да? Да. Дельного вы сказать не можете ничего, да? Ну, я имею в виду, вы не можете, да, сказать, что конкретно вы будете туда ставить? Ну, как конкретно, я-то и объясни вам, то есть, смотрите, матери есть какого-то. Так, как вы там сказали, Intel, i3, да, четырехъядерный будет стоять? Да. А оперативной памяти сколько гигабайт? Наверное, 4. 4 гигабайта, да? Алексей, вы серьезно? Ну, в принципе, да, почему? Короче, фишка в чем? Вот это, видите, это я покупал не на Авито и не за 40 тысяч. Фишка в том, что я разбираюсь в компьютерах. Мне действительно нужна была помощь, реально, со сборкой, небольшого, не другого пока. Мне просто сначала было интересно, как вы просто себя сейчас поведете. Смотрите, я разбираюсь достаточно в компьютерах, мне реально нужна помощь, это не вранье, но что вы хотите? Объясните, какой i3 четырехъядерный? Существует i3 четырехъядерный, Алексей? Существует. Хорошо, за 65 тысяч вы хотите продать мне компьютер, где будет i3 четырехъядерный, четырехъядерный i3, 4 гигабайта оперативной памяти. Красная цена такому, на самом деле, компьютеру, с учетом, что тут вообще еще уже есть видеокарта, красная цена 10 тысяч. Ну, 15-20 тысяч. Ну, окей, с учетом работ, с учетом там наценок, 30 тысяч, прям край. Это с учетом, что будет i3 на Кобилейке. Ну, это будет не 4, а 8 гигабайт оперативной памяти. Плюс еще и жесткий диск вы замените полностью, все, 30 тысяч, это прям край. Но вы хотите 65 тысяч, за что? То есть у вас наценка идет два раза, то есть я готовку должен купить системник. Но вы же хотите починить, правильно? Я хочу не починить, я хочу, чтобы... Я обретить, правильно хотите? Ну, вот. Мы как бы организуем это вот. Это, в принципе, это как за бесплатную. Вы как бы расценки знаете? Нормально такая, бесплатно. На расценке я знаю. Вот я вам говорю сейчас по расценкам, Алексей. Это не стоит, ну, блин. Как вам объяснить? Алексей, я понимаю, что вы там... Что вас там, может, в конторе научили правильно говорить, что нужно говорить, как, возможно, разводить там лохов и тому подобное. Я не лох. Я не готов платить такие деньги, серьезно. За что? 65 тысяч, за что отдать? Объясните мне. Вот конкретно по пунктам. Давайте по пунктам, по названию. Что туда будете ставить? Прямо по пунктам. Начиная с процессора. Процессор i3. Какая архитектура Skylake или Kabylake? Вы же понимаете, то, что нужно компьютеры сразу к нам принести в офис. И мы, как бы, вам уже цену точную скажем. То есть мы, как бы, можем чуть поменьше. Давайте сделать. То есть если вы не хотите за 65, то мы можем, как бы, вам скидку сделать на 5 тысяч. Скидку на 5 тысяч, то и будет 60 тысяч. Да. Вы мне можете... Ну, примерно. Алексей, какие 60 тысяч? Давайте вот по факту, вот, серьезно. Можете сказать точностью, вот, что будет установлено? Системник и за какую цену? Прямо вот все по полочкам. Ну, смотрите, цены, как бы, сейчас регулируются, правильно? То есть сейчас не от нас, как бы, они зависят, а от американского доллара. Правильно? То есть они, как бы, тоже регулируются. Почему тут американский доллар? Алексей, вы сейчас... Не, ну вы понимаете то, что, как бы, если я скажу одну цену, да, то есть у нас в закупке она, как бы, другая будет. А чем тут закупка? Нет. Я вообще про другое говорю. Так, окей, давайте по характеристикам. Будет 4 гигабайта оперативной памяти, а i3 четырехъядерный ваш, да? Универсальный, самый лучший, а i3 четырехъядерный, все, ладно, не смеюсь. А i3 четырехъядерный, окей. Видеокарта моя пойдет, так? Материнская плата какая будет? Чипсет хотя бы какой? Z, HB? Наверное, HB. HB? HB. HB. Алексей, я, знаете, что понял? Одну, одну вещь, прям вот, сто процентов, вы сами ни черта не понимаете в железе. Алексей. Зачем вы пришли ко мне пытаться тут за 65 тысяч продать i3 с четырьмя гигабайта оперативной памяти? Я похож на бабку какую-то, которая там, внучок, реально играет в Майнкрафт. Ну это же что? Объясните просто мне. Зачем вот вы нагреваете... Алексей, вы, скажите, вы частник или вы работаете на какую-то фирму? Ну у нас как бы, мы частники, то есть у нас как бы есть офис. У вас есть офис? У частников просто. Да. То есть у меня специально, то есть сняли с мастерами. Хотите, может приносить свой компьютер. Вы все равно на своем стоите. Вы вот не понимаете ничего, да? Вы все равно стоите. Не, ну если вы разбираетесь, так почему вы, как сказать, сами не могли поставить? Ну потому что, видимо, не особо сильно разбираюсь. Потому что хотел, вот мне может просто лень, то есть... Я не хочу этим заниматься. Я разбираюсь вот так в железе, ну поверхностно. Допустим, ну почти что поверхностно. Я хочу, чтобы вы просто мне кто-то это сделал. Мне лень. Да, там отломанная материнская... Отломанная оперативная память. Вот так вот. Ну тогда мне вам нечего сказать. Тогда если вы сами разбираетесь, тогда... Ну 65 тысяч это реально много. Вы понимаете? Я в принципе думаю, что это адекватная цена. Я более чем уверен. А у вас могло бы такое произойти? Я просто, знаете, вот... Ну, знаю много о других как бы сервисах. Бывает такое, что... Допустим, я бы вам сейчас отдал свою карточку, отдал бы вам свой компьютер. В итоге потом я получил другую карточку, которая в разы дешевле и стоит копейки. У меня бы, грубо говоря, стырили мою карточку. Нет, нет, у нас такого как бы не происходит. Прямо 100% не происходит? Да нет, конечно. У нас как бы проверена фирма. Фирма? А кем проверена? Вот, ну вы были такие старые группы. Ну, участниками. Сами же, самими же вами и проверено. Ну, у нас как бы есть опыт уже. Мы как бы уже более двух лет как бы... Наебываете людей? Не, мы не могли. Все, всем, всем все нравится. Алексей, ну это вообще дичь. Я просто... Вот, серьезно, извините за мат, извините за наезды. Но я не ожидал. Понимаете, вот реально, я думал, сейчас придет человек там, да, адекватно как-то там... Я понимаю, наценки, да, у всех есть наценки. Вам тоже на что-то надо жить. Ну, блядь, не в 2,5, не в 3 раза завышать стоимость системника. Что вы... Ну, серьезно. Материнская плата на чипсете HB. Да. Нет, Алексей, это просто, ну, вверх уже какой-то наглости. И я не понимаю. Ну, тогда все, ладно, до свидания. Я вас расстроил? Так, мне с вами нечего говорить, если вы разбираетесь. Итак, ребят, данный компьютерный мастер ушел. Весело было слышать про i3 четырехъядерный, про 4 гигабет оперативной памяти за 65 тысяч. Потом бы я по-любому не досчитался бы видеокарты. Уж извините, я проверять это не хочу. Я не хочу отдавать вот это все. Потому что я точно меня тогда нагреют. Ну, блин, это было бы, конечно, круто такое показать. Но судиться потом с этим делом. На, такое все удовольствие. Короче, ребят, вот такой получился ролик. Обсуждайте в комментариях. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Блин, я старался. И да, ребят, на запись данного ролика у меня ушло в прямом смысле больше недели. Потому что этот компьютерный мастер, который только что приходил, этот компьютерный мастер не первый. До него приходило два человека. И с этими двумя человеками, ну, адекватно все получилось. Там, то есть, реально признаюсь, есть адекватные мастера. Там адекватные люди были. Все по факту разглажили. Да, там на оценку сделали. Ну, не такую бешеную. Не стали i3 четырехъядерный с четырьмя гигами загонять за 65 тысяч. Блять, куда этот мир катится? Вот серьезно, что нас ждет? Вот это пиздец. Просто полный пиздец. На этом все, друзья. Делитесь ваше мнение в комментариях. С вами был Бригман. Всем удачи до новых встреч. И увидимся совсем скоро. Всем пока.